итак всех снова приветствую дорогие мои друзья с вами фаликс и мы продолжаем проходить метку смерти да наконец-то снова вернулся к этой игре да я знаю сейчас много за что взялся короче говоря и ну я стараюсь поддерживать темп да не отставать не в каждой новелле ну стараться по крайней мере и там мы вернулись наконец в эту крепоту который у меня просто шок был прибомбил короче говоря под самый конец это просто реально игра умеет вытягивать из тебя все хорошее все позитивное на реальное атмосферное это просто лучшая игра лучше хоррор наверное новелла в этом году будет мне так кажется но по крайней мере да я не знаю даже ну в общем ладно давайте вспомним что было в предыдущей серии в общем наш главный герой со спутницей отправились в школу найти призрака хорошима или как то так его зовут и вообще нам нужно качать до рассвета разузнать об этой метке который у нас шраме который у нас на руке и не разобраться с ним если нет то как только будет рассвет нам конец вот вот мы бродили по школе заброшенные и увидели охранника которого в итоге это хорошима сожрал или не знаю вот сделал то же самое что вот с ними только он еще пока в плоти был но он в общем убежал от нас и какая-то чертовщина за нами погналась то ли смерть или нет и мы спустились под школу какой-то подвал в общем по ходу людей сюда не знаю заманили в ловушку и это растение их поглотила и наша спутница короче сказал что здесь по ходу что-то есть еще и давайте для начала наверное стоит лучше заглянуть сюда да верно у нас вот эти у нас есть открывашка от письма у нас есть пластиковая бутылка у нас какая-то шапка у нас есть помада у нас есть красный фломастер у нас есть тапочки женские девчачьи тапочки и флайер ну огненная ракета обложить ну да хана хика есть чуть новенькая кстати давайте посмотрим но и когда у нас есть черный кролик у нас есть парень который ну мальчик который есть хана хика который мальчик и зеркал короче говоря мальчик и зеркал а до охранник которого захватил хана хика я так понял 7 истории у нас уже есть тут между прочим ну давай с черного колика посмотрим тогда начнем таинственный мистический черный кролик появился перед нами из ниоткуда забавно но мы уже сталкивались с таким количеством странных вещей что этот подозрительный странный кролик меня совсем не смущает хотя этот парализующий страх может быть немного волнующим во всяком случае сначала мы должны найти это зеркало зеркалом уже нашли но мы нашли этого кролика встретили когда еще не нашли зеркал вот поэтому он говорит как и говорилось слухах появился призрачный мальчик мы ответили на некоторые его вопросы затем зеркало разбилось и он исчез здесь больше нет больших людей сказал он или больше никаких больших людей здесь словно что-то преследовал потом мы услышали ужасный крик это пришлось противоположного конца школы и этот звук был чертовски знакомым но охранника он поглотил в общем так кстати я хотел еще уточнить насчет зеркала может кому было интересно там варианты когда роковой выбор был скажем так смертельный выбор первом выборе было что он спасил хороший ли он и нельзя ему ответить да ему мы ответили ему там был вариант нет да и не знаю мы ответили нет то есть а потом он увидел что сказал а ты взрослый он взрослых не любит как вы помните и там был вариант да мне 20 или я самый просто высокий в классе своем или да я очень старый в общем мы сначала выбрали первый вариант он нас убил и выбрали второй вариант он нас не убил но он почувствовал что-то ну что его походу обманули и зеркало треснуло и он вылез из него ли я не знаю разозлился короче он боится больших людей походу потому что вот его фраза была что больше никаких больших людей сказал он вот так а здесь что на этом загадки не закончились я слышал шепот в ухе который сказал что он очищает красным что это был за жуткий голос может быть все что происходит здесь сводит меня с ума несмотря на это сначала нам нужно найти откуда этот крик был в итоге мы нашли охранник которую мы встретили у школьных ворот кричала он вырвался из комнаты персонала покрыты растущими растениями и будет сводила его с ума дух дух сделал похоже это да должно быть это хана хико это означает что внутри комнаты для персонала он там но мы должны продолжать идти двигаться вот такие вот события у нас были но это все старое прикольно да на самом деле так так ну в общем а наша спутница как я уже опять же напомню сказал что здесь по ходу какая-то чертовщина еще есть и бы продолжаем тогда всем приятного просмотра давай постепенно верно стать у нас я хотел бы убраться отсюда как можно скорее но нам нужно осмотреться еще немного войне нравится мне сейчас нарвемся на что нибудь здесь у нас еще флешбек был какой-то это высушенный труп которым тоже был не очень понятны так ну что потрогаем давай мы это любим и нишительно начинаю обыскивать труп я ничего не нахожу да посмотрим на него тело из клювенного странном положении как будто она все еще испытывала боль даже сейчас может быть так ладно давай осмотримся на начал может быть здесь загадка опять же еще один высушенный труп давай осмотрим его тело то же самое потрогаем ну фил это действие типа есть кто не понял меньше решительно обыскивают труп я ничего не нахожу ясно так вот это фил решительно обыскиваю на ничего так не так что много осталось нет зуб мне не нравится как я что-то вспыхивает у его ног зеркало ручное зеркало круглая выглядит как подарок для молодой женщины зеркало я думаю что кто-то был здесь конце концов так что дальше а вот это а чё нам это зеркало дает так все валим что ли нет нет все нет шинат что-то по здесь делать или еще смотреться а вот давай там была кровать с металлическим каркасом давай потрогаем мотор сочетался сочился темной грязной жидкостью пахнет как свежая кровь наверно я сдвигаю матрас и нахожу пластик лист ну пластиковый лист он довольно толстый было был сделан для защиты от повреждения воды ну водой их не части листа была черная как смола на первый взгляд кажется что она покрыта плесенью но когда я расправляю его он хрустит когда с него падают темно-красные копья кровь кровь она там мужчина напугана по полной находясь и ничего не могу сделать кроме как шокироваться этим когда смотрю на кровавленный лист что-то шепчет мне на ухо как будто отвечая это их кровь отвечает кто-то часть меня воспринимает голос серьез и явно это мне явно галлюцинации но по какой-то причине это меня только успокаивает я все еще был в оцепенении если фонарик фонариком под кровать что сам это сделаешь снова вот видите там что то есть а голос мой стал очень пронзительным ну что тогда и ладно дай мне в общем как это говорить подготовиться и я не монстр ты знаешь я просто обычный человек это оудрот эти что-то медленно вылазит из-под кровати это было человек ну парень и плаще человек что-то мы делал под кроватью человек выглядел скучным он издевался ну ли он это с ухмылкой смотрел на нас такой же как ты а это он да я столкнулся с этим монстром и сбежал сюда все теперь опять же непонятно кто кто говорит тут еще третий персонаж появился а тогда вы ребята пришли парень и поворачиваться к нам спиной и дергается свою руку во всяком случае я прятала это там и его ответ был правдоподобен но почему она в этой школе во первых его присутствие вызывает много вопросов музыка прикольно вообще в игре а парень немного наклоняет голову и смотрит на меня затем он фыркает похоже он видел меня насквозь прикольный персонаж ну прикольно выглядит по крайней мере ты не убежишь так как будто веришь мне но думаю это обычное дело эти тоже не собираюсь тебе ничего рассказывать они все тебе рассказал боже я могу мог бы но но парень оглядывается своих ног нам лучше свалить отсюда для начала мы дал мы не будем болтать в этой на месте преступления этого я думаю ты прав мой кажется чувствует то же самое он тогда давайте вернемся назад монстр ушел да так что надо сваливать отсюда а у вами есть куда вернуться хорошо ну что тогда вперед по ходу моего сейчас в особняк привезем парень кладет руку на лестницу он останавливается и поворачивается к нам а меня зовут сатуру маши то я детектив оу а может мы тоже такси его слушал выглядит как мы почти ну по одежде покрайней это познакомиться я тоже детектив а да я извиняюсь что я забыл упомянуть об этом парень по имени маши то исчезает на лестнице мы следуем за ним обратно и возвращаемся обратно на первый этаж уже мне интересно он тоже походу расследует или у него тоже метка есть все интересный персонаж мы когда мы залазим наверх его уже там нет и взгляните на это машина зовет нас маши тогда зовет нас с коридора это похоже было здесь вот это вот так да вы ребята шли здесь что мой опять взызгивает голос слегка шатается нет этого не было этого все было не так и ю моё так надо не материться а то до пикать постоянно что-то расползлось и и окутало весь коридор это ляный роз мой гад я думаю да я не видела их раньше это монстр здесь был какой-то поэтому они здесь шрама цвет шрама что в общем ранняя стадия да я так понимаю пару часов а уже и стекло и смерть приближается до даже с еще часы тут идут прикольно прикольно окей но камон некоторые люди естественно осторожно относятся к другим даже если между ними нет никаких злых умыслов это именно тот человек кем был маши то детективы а у вас есть хорошие вещи да здесь в тот момент когда он садится машину он хватает мою сумку затем он начинает проверять что там внутри я не планировал постоянно следить за ним но в общем она наглеет слишком сильно мэй похоже тоже делал ну дело так что сует нос и во все но ну выглядел так но она подозрительно молчала словно была измучена всем этим а ты как мой это в порядке а что а да я просто просто немного устала но я в порядке она не выглядела в порядке как ну все же так как он был а ну ты ведь был в школе так что то там значит ты что-то расследовал верно нет я больше не в полиции я просто возьму возлюсь до в этих делах по своим собственным причинам вожусь ладно вожусь я просто хотел кое-что проверить не сомневаюсь что он говорит это но это будет означать что он тоже незаконно вошел в школу и кем ты был позволь мне сначала спросить одну вещь машета прерывает мои вопросы и указывает на мою руку тебе не больно ему не потребовалось много времени чтобы заметить шрам на моем запястье иногда больно больше всего боль больно когда я в опасности а вот как значит еб машета откидываться на свое место довольны я следовал дела пропавших людях думаю он решил сейчас ответить на мой вопрос и школа в этой школе многие в общем пропадали без вести многие люди каждый из них и имел не как некую связи с этой школой прежде чем они исчезли ну с престижной школой мы же там были сейчас ему обычные были учителя рабочие люди из пта студенты и члены их семей я искал их и тогда мое заговорила заднего сиденья и где эти точнее эти люди были там те трупы которые были внизу она не была не такой энергичной как обычно что-то кажется случилось да в конце концов может быть это ее шрам машина не маши ты не отвечал может быть он думать что ответ очевиден или может быть ответ отвечать при этом ребенке не стоило его времени или отвечать этому ребенку что-то беспокоит меня из-за того что он только что сказал если школа была явно такой подозрительный то значит конечно я довел эти новости до моего начальства все это и все что я получил за это было он продолжает прежде чем я могу спросить делая резкое движение по его шее тебя ведь уволили да да увольнение что-то о сексуальных домогательствах в отношении подчиненных это директор должно быть какое-то политическое притяжение я наверно откопал что-то чего он не хотел чтобы откапывали это был не мой план я никогда не хотел рассказать что что-то настолько грязное верно в школе была это подождите на комната и не было странно думать что это произойдет некоторых случаях пропавших без вести людей это было бы здравым смыслом по крайней мере ну разумно но здравый смысл подходит для мира живых а тут что насчет духов может быть это как-то связано с этими вещами неловкое молчание появляется здесь да это возможно имеет смысл это ведь не тот случай не так ли может это за х глубоко вздыхает кто поверит в это кто мог бы поверить что в этой школе есть какой-то чудовище который убивает людей это ведь просто лично на данный момент это моя проблема ну наш проблемам и мы вообще сами по себе он поворачивает запястье показывает его мне ну его кожи также был знакомый шрам ясно значит это же да я почувствовал это как только увидел твой или ваши у меня было чувство что с этим будут проблемы но мы сейчас теперь все в одной лодке так что ты я него хорошие инстинкты мы должны поговорить об этом больше когда вернемся в особняк к куджо я останавливаю тень я не смог бы закончить свое предложение я не должен напоминать это сейчас хотя во всяком случае как только мы вернемся мы дадим тебе расскажем тебе больше деталей да я уверен что это поможет и ему это мой сказал что но может это за нервничал что-ли пом помощь вы просто недооцениваете меня прикольный персонаж и в этой новой реально прикольный персонажа атмосферно приехали когда я выхожу из машины кто-то стоял там чтобы приветствовать меня привет с возвращением мистер вы и вы тоже мисс моя я что вы не пострадали секунду на уж я порой удивляюсь людям когда 12 часов ночи а ты тебе кто-то с память стимы были надо в такие моменты закрывать конечно такие вещи как steam но я решил что оставлю и пожалел в общем да вы нашли какие-то подсказки о духе по языке что и я так понял есть и другие люди они все ооо какая у вас оказывается надежная группа и у вас оказывается практически стекает по его словам и так ты планируешь продолжать и искать этот ключ или что-то еще или то он нас спрашивает на у нас спрашивает нам больше ничего не остается кроме как идти ну продолжать у нас просто нет выбора другого я не понимаю тебя если источник этого шрама является этот дух был бы самым лучшим уничтожить его ты не думал об этом что ты имеешь ввиду духи ведь существуют так что все что нам нужно сделать это убить его ты серьезно как можно убить духа конечно я серьезно я серьезно это ведь не совсем это совсем не похоже на шутку верно даже если нам удастся убить его это действительно заставит шрам исчезнуть когда я начинаю обдумывать все что этот парень сказал мне не похоже что это сработает даже если предположить что это сработает у нас есть более весомая проблема и как ты планируешь убить его я что-нибудь придумаю типикал если что-то и существует то есть всегда будет логика и способ уничтожить это он утверждает что он может убить призрака но он даже не знает как он это сделает откуда ты так уверен такая уверенность в общем слушай не забывай я однажды столкнулся с ним если мы серьезно подумаем и придумаем как убить его машета хватает хватается за свое запястье маленькое дерьмо стреляло в меня шипами на расстоянии что они бьют достаточно сильно чтобы пронзите бетон и нет никакого способа чтобы приблизиться к нему а он типа сражался с ним я понял мы должны сделать это приоритетом может это что-то вытаскивает из подошли своей обуви и бросает это мне это был шип изогнутый как клык единственная причина по которой я все еще душу в том что мне просто повезло однако это вряд ли произойдет следующий раз и нам нужен план ладно действия на удачу таких вещах вообще бред были клёвый сюжет вообще и ночью играть в эту игру это же хоррор офигенно когда мы направляемся ко входу я рассказываю машите особняки кеджо он слушает все молча даже история говорящей кукле и смерти саек кеджи не вызывает у него никакой реакции он просто невозмутимо спокоен потому что он уже имел дело со сверхъестественным слушай он сражался с призраком можно сказать мне кажется ну или он просто встречался с ним конечно ладно достигаем главного холла которым было тепло пола особняка это странный особняк но по какой-то причине чувствую что я вернулся домой климатизация это ужасное чувство добро пожаловать господин иошаки яшики с возвращением и было понятно что этот человек тоже является носителем метки не могла бы ты представить ему или представить ему все я сообщаю мэрии о нашем расследовании о том как мы встретили маши то а это она нас просила о том что мы хоть ну что мы узнали зеркало подземная комната полная трупов внезапное появление этих роз если ненавидел признавать это но ясно что здесь происходит что-то сверх естественное и дух который вызвал все это был ханахико не было никаких сомнений что ханахико тот кто сделал шрам на руке маши то тоже но какой у нас шанс против этого монстра который смог все это сделать может это говорит что мы просто должны убить его но разве это возможно что я не знаю сейчас на и яшики яшики и мой ход мыслей был прерван может это держит ко мне тетрадь и в кожаном переплете ну или этот блокнот прочти это я взял его под той подземной комнате он был но в подвале это был когда я нашел вон он лежал в общем в куче розовых роз ну рос наверно просто и было довольно трудно вытащить его ты читал его я прислал немного конечно и я нашел интересные вещи вот что он говорит без всякой улыбки его глаза кипели от тихо тихого гнева темно-красный мет отметиной пачкали ну украшали переплет блокнота у меня плохое предчувствие я пролистываю его лепестки роз опадают когда они отклеиваются страниц заметки внутри были очень подробные автор был умен и умел хорошо писать это не та женщина которая из библиотеки пропала прочитав это до меня доходит что это было написано директором школы аж престижные престижной школы аж элементаре да это походу она они там библиотека что было строгие дотошные буквы на каждой странице рассказывали уже ужасную историю божий язык камон записи о занятиях с молодыми с молодым приемным мальчиком вот первое примечание было пять лет назад кажется мальчик установлен директором был маленьким и очень милым ему нравилось носить юбки макияж тоже нельзя было отрицать что они действительно действительно подходили изящному мальчику с красными щечками как он но директору было трудно принимать такие его фантазии эти вредные привычки должны были быть исправлены молодым молодыми чтобы укрепить психическое здоровье подумала она а подумал он поэтому он назвал то репетит и репетиторством господи сложное слово как прикрытием для своих странных желаний репетите репетиторство холи счета репетиторство сложно и они проходили в подземной комнате слишком много любопытных глаз были повсюду и не было более безопасного места чем школа когда все учителя уже ушли директор оставался под предлогом наблюдения затем обучал он был очень уважаемым учителем он даже появлялся на телевидении и не было причин для подозрения его единственный кто заметил что-то странное было домашний учитель этого мальчика он дому который обучал но она боялась власти директора и твердо держала рот на замке поскольку записи продолжаются они становятся все более и более немменяемыми и они вырисовывают ужасную картину это полностью искаженные ужасные родители ребенок мой ребенок стали становится слабее после каждого сеанса его тонкая фигура похудела красные щеки потемнели его внешний вид был подробно описан но не было никакой злобы или ненависти там было просто фанатичная искренность его и была гордость как педагога ну над мальчиком и страшная удушающая любовь значит учитель ученик может быть этот ученик и был хана хика хотя фиг знает так все продолжалось до самой последней страницы там не было упоминания о том что стал с директором и мальчиком исходя из текущего состояния школы аж я могу рискнуть догадаться я тоже вы не очень хорошо выглядите мистер и что это за записная книжка новый блокнот в касса смотрится меня он также замечает тетради и мальчик который рассказывался в этой истории примерно одного возраста с ним наши слушай это не те вещи которым я поделился бы с ребенком я лучше просто под тоже основные моменты для него это ужасно ужасные вещи мы дети и мы всегда жертвы эго взрослых для эго взрослых глупые взрослые не все время потыкают нас из-за возраста о парень успокойся почему он сказал как будто это что-то имел какой-то смысл повторительное зло взрослых и бедного мальчика ставшего жертвой ну разве это действительно конец и сихо на хикой и мальчик из этой тетради связаны чем мальчик превратился монстра это вообще возможно мне кажется да мэри чё нибудь скажешь несвоевременная смерть порождает ненависть смерть не закончил ну не заканчивается на этом такие гнойные чувства могут породить даже сверхъестественное монстров призраков мстительных духов у них много имен я верю что вы слышали одну или две такие истории ханахика похожа на них слава мэри были было трудно проглотить поглотить но после всех этих странных событий имел смысл только согласиться с ней если отвернусь от истины все что меня будет ждать это только смерть тогда ханахика действительно стал монстром мы должны сформировать сделать составить плана основанный на этой гипотезе мэри замолкать на минуту ой ну в этот момент тогда ее нефритовые стеклянные глаза переместились на машито между прочим согласно господину айну репорту господина я шики среди вас есть те кто собираются убить этого призрака я приду прижу вас на всякий случай но это будет очень трудно сделать почему же я мог видеть как машито причурился но я должен сначала убедиться что должен договорить ну смотри потому что они из мира мертвых подобно тому как живые не могут стать более живыми так и мертвых нельзя убить единственное что вы можете уничтожить это проклятие и чтобы это значило это то что я говорил о тебе раньше вам раньше смерть и жизнь существует со существует вместе окей со существует если происхождение то шрама выродилась там то способ избавиться от него тоже будет там на в дух проклятие тоже будет устранено так значит таким образом что победить хана хика это то то ну мы сможем избавиться и от шрама откладывая сторону те вещи как он не может быть убит и что является ключом ко всему этому тогда это не более чем а предположение или теория поэтому я не уверена но я уверена только в одном судьба связывает духа с его местом рождения объект который может быть состоянии понять роль подсказки или ключа это сложная теория для понимания но вот как вот что из себя представляют духи да нет понятно принципе определение характера ключа это решит нашу вашу судьбу понятно нам нужно просто найти откуда он появился в каком месте да как-то выманить его поставить не за какую-то ловушку для призраков не знаю какой-то план надо смашито обсудить это и тогда если мы сможем победить его или изгнать шрамы исчезнут и мы все будем живы у меня было чувство что нам просто нужно продолжить копаться в школе аж но мы не знаем что такое это эти проклятия и ключ к уничтожению этого призрака получение ключа и снятия шрама единственный способ для вас выжить вы должны найти выход типа вы должны быть твердым а в своем решении чтобы использовать страх перед духом призраком способ отразить дух лежит его недовольствие вы помните это вы должны помнить запомнить это и быть осторожными спасибо мэри новая информация была добавлена файлы духа в секрет подземной комнате почитаем следующей серии да тогда так сейф окей таймер пока не работал не позвонил значит уж поговорим а блин я с ней поговорить ключ призраку должно быть в пределах школы аж судьба связала его с этой школой однако даже я не знаю какую форму он примет спасибо мэри партнер так на суши я должен уже до что нам нужен он сейчас этот более здравый чем мы эти два детеныша два школьника так сохранились да окей погнали поехали и только не знаю куда эй подожди вот the fuck может это появляется когда мы собираюсь уходить по ничто с тобой плохие новости это старшеклассница но девочка из мой исчезла тут твою мать час отчество не легче по крайней мере и нигде нет в особняке серьезно говоря ведьма али говоря некоторых он сказал не ведьм я не видел ее как а говоря об этом я не видел ее когда мы разговаривали с марию в зале по я думал на него что-то нашло он выглядел может быть она просто сбежала это вообще бессмысленно и что чтобы она сделала и если бы она это ну если бы она сбежала какой смысл без из особняка не заставит ее шрам исчезнуть это возможно причина для ее побега многие убиваются себе если уже знают что они умрут или может быть что-то случилось ней например подобно проклятие духа что пацан ты должен оставаться здесь ты понял да мы увидел ханахика в зеркале в школе так что она была самым в общем самой сильной связью с ним по невозможно что он сраготочился на ней как сказал сукаса но в общем мы ничего не можем с этим сделать так что давай нужно выполнять работу приступить к работе да мы ничего не сможем сейчас поделать с этим даже если что-то случилось мое мы для начала в общем должны заставить эти шрамы исчезнуть это должно спасти ее тоже ну что тогда позволь мне вальма отсюда в общем мы должны вернуться в эту школу а у нас уже не даже выбора в другую школу идти погнали боже опять сюда пин мой я надеюсь ты жива фиг знает этой игры много тоже можно всякого ждать а да мне кстати вот сейчас интересно вдруг стало на самом деле просто страшно поэтому я хотел не могу отлишься это обычно помогает в хорах и раньше мне помогала если на что меня только смущало что да я сам собой то не особо любите разговаривать а сейчас на записи я могу трепаться ем и меня услышите и все такое пришла такая мысль что насколько длинная игра блин мне хочется в ней залипать тоже она прикольный детектив прям вещи для детектива есть но типа вот это осмотр когда ты бродишь куча вещей куча сказать вещей я имею до тех что можно осматривать вот ты зашел в школе я в ней пробыл целую серию в прошлой в прошлой серии это было круто то есть мне хочется чтобы игра была ну не знаю часов на 20 хотя бы это было бы хорошо но будем надеяться что она все таки длинненькая такая 0 и она имеет кучу концовок по крайней мере надо будет помогать поискать давайте я хорошо знаю чтобы в конце концов это просто школа вперед машет кивает шага вперед а так я вроде как говорил что их научился ориентироваться по карте этой гребаной сейчас узнаем так стрелочки опять эти розы так ну что роз конечно повсюду но новых еще и вроде как нету давай проверим это просто обувная стойка на сломанных досок он пошли направо тогда зеркало справа мы видели это уже ранее но коридоре коридор полностью преобразился осторожней шипами они в общем очень острые давай сюда пока а здесь смотри все ничего не изменилось да или что-то было фпс дропается почему-то когда я вот реально в этой игре арты на таком высоком разрешении что просто трындец фпс сжирается так ладно валим отсюда и настолько притормаживать начинает так приколе нас что-нибудь и толкнет в эту кучу урос и нас просто проткнет этими тысячи шипов это будет жутко ну давайте осмотримся мы здесь и бывали сонное окно ну да разбито окно это было тоже было ну давай закрыто все дальше все вот он наш коридор зеркалом закрыто надо не поддается так ну пошли наверх на полпути поверх вверх по лестнице мы что-то слышим или натыкаемся на что то что это что это сумка моя находил находилась на лестнице твою-то мать мы берем сумку моя мой живи хэштег мой живи внутри сумки какой-то фигня в общем вместе с ее школьной курткой это означает что эта девочка здесь в школе да это по крайней мере безопасное предположение я полагаю она здесь правда хотя теснувшее зеркало единственное что было видно осмотрев ее сумку нигде не осталось и следа от мой нам нужно продолжить исследовать весьма вероятно что она где-то здание и мы убьем двух зайцев одним выстрелом да ты прав в любом случае мы просто должны продолжить исследовать это место давай еще раз зеркало посмотрим это просто зеркаль были трещины и ничего странного на я прошу пальцем по трещинам может это смотрит на меня сбит сок беспокойством но ничего не происходит все у нас что-то вроде появился у нас есть зеркало что это пластиковый лист точно у нас есть зеркало пластиковый лист и сумка мой я не хотел на самом деле это хотел я просто хотел посмотреть а это для квеста слушай вещь пластиковый лист тупо верно на что я могу с этим сделать а зеркало на зеркало пошли на второй этаж может там уже змеи нету я не знаю конечно еще по правой стороне надо смотреться клана пошли нет все-таки здесь змеи это ядовитые змеи покрывали проход коридор был глупо продолжить все таки кей хорошо змейки мы уходим тогда так ну что пошли вниз так все пошли на другую сторону так я снова думаю надо сохраниться о том что-то было твою мать что это такое или да просто какой-то красный цвет впереди а это эта штука подожди там что-то есть машета вдруг заговорил что где что-то сверкает подоконника у окна все что я вижу это розы я могу также проверить это наверное давай что там увидел что это у нас тут что это что-то мерцало что блестело в окне короче по что-то лежало под лозами роз определено там что то есть и я не замечал то раньше нет может быть этого не было когда мы проходили здесь ранее тот же был охранник которого был убит верно это вероятно его что это мэйби возможно он упал на пол и был поднят этими лозами роз только сейчас когда он достаточно высок чтобы быть замеченным если это принадлежало охраннику он мог бы это мог бы пригодиться пока мы исследуем это место он отвечал за наблюдение за этим зданием посмотрим что это так и что это хотя металл какой-то в общем я думаю что могу достать его если сына руку туда суй я толкаю просову пальцы в общем эти лозы ау я был осторожен но эти острые шипы все еще все таки они порезали мою кожу черт больно я продолжаю бороться с теми лозами я наконец достает этот металлический объект школьник брелок да это так так мы и думали вообще они эта вещь определенно принадлежала охраннику лета ключи связка ключей да не брелок это связка ключей по ходу до этих ключей от сотрудников мы должны быть состоянии теперь проникнуть в каждую дверь и ей может это неожиданно управляет меня что такое ничего я просто потерял ход мыслей это ускользит ну ладно мему разум это все он давай продолжим расследовать хочу тоже начинать терять память я понял новая информация добавлена о призраках продолжение расследования команда так можно вернуться можно очень матери так и не понял у нас же есть те же связка ключей команд так как мне теперь туда войти так у нас же есть реально блин как он работает вообще эта штука если как работа этот связка ключей и и моего тава и как мне это сделать о о май флакинга через ли у нас две комнаты просто есть уж помните да я использую школьные связки ключей открываю дверь воу-воу я просто нажимал ну по стрелочкам и нифига не получалось окей давай смотрим из всего то ну давай парту посмотрим ух трогать сразу я сову руку внутрь и чувствую что то есть что-то тыкать мой палец я беру это и вытаскиваю зонт для меня это просто ненужная вещь мусор но если ты хочешь этого этого я не собираюсь нанавливать тебя от этого это он не сказал так что такое хоть растение растут на солнце поэтому я использовал зеркало чтобы увидеть что произойдет при большом количестве света результат когда я осветил это побелел и он заболел что я узнал слишком яркий свет на растение вредно для них могу и сказать кое-что нет никаких комментариев ok детские в общем эксперименты бумага разваливается но развалилась и меня что кому-то все равно если я оторву это и заберу с собой то бери на все надо я срываю этот листок со стены план по укреплению сторонников это материальный ущерб это противозаконно и счет обмен зонт который выдерживает тайфун да посмотрим к вы открываете зонт тайфуне он сломается потому что ветер слишком сильный а ну зонт в этом в урагане имеется ввиду так сначала я пытался поставить отверстие зонтики таким образом он не должен сломаться при пяти сильном метре примечание при его использовании положите на него пластиковый лист чтобы превратить его очень прочный зонт сильный зон защищает от колючки ветвей я думаю вот как оказывается размышляют дети он ведет себя так как будто он никогда и не был ребенком то что понять ничего я знаю что ребенок просто проводил свои исследования эксперименты но это все еще глупо и без понятия что это он который мы нашли ранее мог быть частью демонстрации этого исследования тем менее какой в этом смысл я пожимаю плечами и кладу это в сумку увидев красиво сложенный темный пластиковый лист среди мусора вау 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 их кровь нужна без созданных мыслей я начинаю говорить кровь отрицает его а это имеется ввиду этого ханахика что ли это значит что он отрицает с кровью а точнее он наоборот ночью с кровью связан это ключ и что там бормочешь про себя дай мне секунду я открываю толщины зонт затем я вкладываю ну растилаю на нем пластиковый лист да как сказано в этой исследовательской работе вы можете создать что-то вроде зонтика но он не закрепленная и было бы невозможно носить его с собой вот так итак так что нам придется в общем держать его вместе чтобы использовать к счастью у нас здесь двое один человек чтобы должен открыть зонтик первым и другой человек чтобы расправить этот лист если нам удастся создать такое комбо тогда мы сможем использовать кровавленный лист качестве зонтика а я все понял да реально кровь и слабость для него он его ее боится или мы сможем как-то напугать его и не изгнать кровью им нужна кровь да о прости что заставил тебя ждать да ладно дело что хочешь если ты ты ведь не планируешь использовать его как своего рода щит я не уверен но я чувствую что все это здесь по какой-то причине игнорирую его взгляд подозрения язык изучаю фонарик моей руке осматриваю точнее новая информация добавлена кровавленный зонт прикольно прикольно так это что у нас тут аквариум покрыт мхом стекло ужасно за но в пятнах из-за чего невозможно увидеть что внутри просовывать туда уже руку достал решительным свою руку внутрь и когда я это делаю мои пальцы касаются чего-то холодного там осталось немного воды внутри это просто вода по какой-то причине маши то выглядит разочарованным конечно внутри осталось достаточно воды чтобы я смог собрать ее если бы у меня был контейнер о бутылка я беру пластиковую бутылку и помещаю ее в контейнер булькает она булькает поскольку заполняется водой ее бутылка с водой и что ты собираешься делать с этим ну я думаю я найду еще что я с этим буду делать к доске прикреплен ящик смелым давай трогаем что-то внутри было ящика вот привет больше соус ну да так что у нас здесь еще есть все у нас еще есть одна комната так то так а здесь есть еще что-нибудь так я трогал это бумага разваливается сомневаюсь что а мы не взяли это все-все берем с собой так все у нас хранится ой не сюда нажал так все пошли в другую комнату так все надо на другую сторону идти там была еще одна дверь прикольно мы скоро кажется разберемся с этим хана хика боится крови понятно я не понимал немного вот эту фразу просто потрясает кровь ну он реально ее боится типа не любит не знаю так сейчас вот сюда мы сходим еще одна единственная дверь которая теперь открыта давай посмотрим что у нас здесь я двигаюсь чтобы войти в класс твою мать и мне завтра вдруг мое плечо сильно сжалось вот экран глаза смотрю в коридор эй машито я уверен что машито был со мной рядом на другой стороне нет даже если они были на этой стороне у них не было никаких причин чтобы хватать меня да ты че серьезно что ли life or death эй машито ты там живой успокойся успокойся я просто это просто в мое воображение мой голос звучит не очень убедительно не волнуйся не паникуй без паники это иллюзия успокойся держи себя в руках единый холод окутывает мою правую руку так а че за выбор то окей позвать родителей давай 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 я поворачиваюсь к машито и открываю рот чтобы сказать ему когда я это делаю привет сейф серьезно позвать родителей это сейф я не понимаю эту игру я вижу ужасающее лицо в темноте а затем его тело ожидает меня так что мне сейчас делать молиться ну окей закрыть свои глаза и молиться ладно если это наше спасение я закрываю глаза и молюсь окей будем знать что такие вещи тут тоже работают ладно как вдруг эй что такое эй машито ты жив? я слышу голос машито который возвращает меня я вернулся в свое сознание я вернулся в свое сознание стоящее перед дверью ну райт вау фпс рип вау у меня умер фпс о мне кажется место кончилось да? е-мое так ребят сейчас это очень больно видеть да я знаю так ну что я могу сказать место у меня еще есть какого-то черта он сейчас так пролагал я без понятия бред ээээ шрам опять там горит еще один час час прошел и приближает нас к смерти да-да спасибо за напоминание ты в порядке? да что-то как это жутко было окей в итоге получилось так что если вам интересно то я испробовал все варианты но я это скорее всего подрежу нафига вам смотрите мои фейлы поэтому не осталось кроме очевидных вариантов и хотя на самом деле вот во втором выборе я на счет первого ладно я согласен что вызвать родителей или родителя это я не догадался бы а вот на счет второго варианта там молиться и закрыть глаза это было у меня в мыслях но я решил попробовать а почему бы другие варианты не попробовать он что-то берет что-то и убирается с моего левого плеча и отряхивает это же что это? рука которую я чувствовал жмал мое плечо это был шип от розы да слушайте ребят наверное давайте на этом закончим потому что таймер у меня уже вроде должен выйти да так что пошел час или там чутка побольше надеюсь вам понравилось да эта игра просто четкая офигенная атмосферная лучший хоррор для меня пока что новеллы я имею ввиду еще играть ночью это вообще офигенно так что ладно ставьте пальчики вверх комментируйте подписывайтесь ждите новых видео и стримов с вами был алекс надеюсь вам понравилось увидимся пока да забыл что надо дойти до сохранения но что было более важно может это что то не так ты ведешь себя как как я себя веду что происходит как то не так он не ведет себя нормально амнезия мое сердце билось болело от беспокойства может это отступает потому что проклятие шрама прогрессировало на нем потерял память уже зашибись я не понимаю я все по крайней мере я все тот же насколько я знаю ну давай верно машета шаркает вперед как зомби что то и правда с ним не так это плохо опасность подкралась к нам так быстро у нас заканчивается время его состояние может ухудшиться я придумаю что нибудь но сначала выбросы нет а мы все таки входим в другую комнату да и другая комната слушай так все ладно и все все всем пока я я я не знаю как я не знаю я не знаю что я я я я я я я Субтитры подогнал «Симон»